Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Здравствуйте. В четверг Мурманский областной суд закончил рассмотрение апелляции последних подавших их экологов и членов команды судна «Арктик Санрайз», никому не изменив меру пресечения. И в результате все экологи остаются под стражей. Тем временем из Следственного комитета пришло сообщение о том, что отныне обвинение будет основываться не на статье о пиратстве, а на статье о хулиганстве. И тема нашей сегодняшней передачи «Переквалификация дела экологов. Что это? Уловка российских властей». Об этом мы беседуем с координатором арктической программы «Гринпис России» Евгения Белякова. Она в нашей студии. Добрый вечер, Евгения. Правозащитником Павлом Литвиновым, отцом одного из задержанных экологов. Добрый вечер, Павел Михайлович. Он у нас на прямой телефонной связи из США. И адвокатом Вадимом Прохоровым. Он на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Евгении Беляковой. Облегчает ли задачу вашим юристам и положение ваших единомышленников в переквалификации дела их с пиратства на хулиганство? Ну, наши юристы утверждают, что, конечно же, нет, потому что одно абсурдное обвинение ничем не подтвержденное, заменено на другое абсурдное обвинение также ничем не подтвержденное. Не облегчается. Расскажите, пожалуйста, об этом вообще месте. Вы там были сама. Почему раньше до конфликтной ситуации дело не доходило? Ну, очень сложно, на самом деле, делать какие-то слухопредположения о том, почему в этом году акция такая же мирная, такая же ненасильственная, как и в прошлом году, встретила такую жесткую реакцию со стороны представителей Газпрома и представителей властей. Да, в прошлом году точно такая же акция была на платформе. Активисты закреплялись на борту, разворачивали баннеры, закрепляли даже такую палатку для того, чтобы некоторое время смочь провести на борту этой платформы, на стене. Такая же была совершенно задача привлечь внимание к серьезной проблеме, которая способна навредить всему арктическому региону. Это вопрос, собственно, сохранения жизни вообще, удобной для человека жизни на Земле, да, освоения углеводородных ресурсов планеты, изменения климата и так далее, и добычи нефти на арктическом шельфе. В прошлом году корабль пограничной службы точно так же был недалеко от места того, где разворачивались действия, но он абсолютно никак не вмешивался в процесс, и активисты ушли от этого места, прекратили акцию просто потому, что сотрудники платформы начали кидать в них железные предметы и пробили каску одному из активистов, коим был наш исполнительный директор Коми Найду в тот момент. Ну и, собственно, все. Активисты ушли спокойно. В этом году такая абсолютно неадекватная реакция. Судно в итоге было незаконно захвачено, абсолютно незаконно люди были арестованы по абсурдным обвинениям, не подтвержденным ни одним доказательством, помещены в тюрьму. Суд назначил меру пресечения, необоснованную ни на одном из утверждений, которые предъявляло следствие. На вопросы адвокатов, где доказательства того, что люди, сидящие в клетках, фактически мирно и абсолютно не представляющие никакой опасности для общества активисты, должны быть заключены в тюрьму. Но ни прокурор, ни следователь не предъявили ни одного обоснованного доказательства, сказав общую фразу, что все написано в деле. И суд с ними точно так же согласился. Вот все, что происходило. И люди теперь сидят в тюрьме. Ни за что. Вопрос Павла Михайловича Литвинову. Скажите, пожалуйста, Павел Михайлович, несмотря на то, что активистам предъявлено уголовное обвинение, остаются ли они узниками совести? Вам слово. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Все остальные. Я, в прошлом, по именам не всех запомнил. Начну. Во-первых, очень важно, что все-таки обвинение было практически особо опасное. Это было обвинение в пиратстве, которое в глазах всего мира действительно опасное обвинение. Но оно было настолько абсурдное, что его в конце концов после критики с разных сторон, изнутри и снаружи отбросили. Но все-таки это было обвинение до 15 лет. Это было обвинение для того, чтобы оправдать, в частности, заключение под стражу. Сейчас гораздо труднее, так сказать, по хулиганцу держать под стражу. Это не значит, что они не будут этого делать. Но, по крайней мере, вопрос, так сказать, ну почему под стражу? Люди без паспортов, большинство из них иностранцев, кроме нескольких русских, куда они денутся? Они могут жить в гостинице и приходить в суд и в наследство, когда им понадобятся. Так что по хулиганству, я думаю, что все-таки лучше. Ну и, конечно, максимум наказания по хулиганству 7 лет, а не 15. Это, конечно, лучше. Но, с другой стороны, хулиганство, так сказать, так сформулировано, что там можно чего угодно включить. Но если прочитать текст статьи, то совершенно очевидно, что никакого хулиганства нет. Вот я смотрю, у меня написано, что такое хулиганство. «Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. По мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или по мотивам ненависти, вражды в отношении какой-нибудь социальной группы». То есть это вот обвинение, ну, вторая часть, которая принимает это совершение группы, но, в общем, то же самое писание плюс сопротивление представителей власти. Ничего такого не было, совершенно нетрудно это доказать. Кроме того, известная репутация Гринписа, что это принципиально мирная организация, они никогда не принимают насилие, не применяют насилие за все, там, много лет, десятилетия, которые не существуют, их никогда не обвиняли в применении насилия, там, нарушение каких-то небольших законов, административных обвиняли, конечно. Так что оружие, у них все записано, они действуют по методу, который сформулировали, не насилие Ганди. Так что это совершенно абсурдное обвинение в хулиганстве, оно, его практически так же трудно доказать в суде, как и обвинение в пиратстве. Так что надо от него защищаться. Спасибо. Давайте дадим слово адвокату Вадиму Прохорову. Здравствуйте. Вадим, как вы считаете, проще будет задача ваших коллег-адвокатов, которые работают по делу экологов после переквалификации и обвинения на хулиганство? Добрый вечер. Ну, понимаете, в чем дело? Поскольку здесь вряд ли кто из власти, передержащих, руководствует именно правовой логикой, то в данном случае задача действительно вряд ли отключится, здесь я согласен в этой части, и как бы неправовыми мотивами руководствуется суд, когда избирает вот такую меру пресечения. Другое дело, что, конечно же, обвинение в пиратстве, оно настолько само по себе абсурдно, даже вот гражданин Путин, которого я никак не могу счесть сильно квалифицированным юристом по ряду его шагов, да, наверное, это ему и не нужно, если даже он изначально сказал, что, конечно, пиратством там и не пахнет, но, тем не менее, действующие власти, Следственный комитет отвязались уже настолько, что, собственно говоря, какая-то более-менее реальная, правильная квалификация преступлений их вообще особо не волнует, главное, чтобы был мотив действительно взять под стражу. Поэтому в этом плане, ну, легче каким образом? Санкция, конечно, меньше, если пиратство относится к особо тяжким даже статьям, если я не ошибаюсь, то здесь, понятно, она меньше, но еще раз, будет в любом случае идти разбирательство совсем в иной плоскости. Думаю, что Путину надо, пусть, в любом случае, как-то решить этот вопрос до Олимпиады, в противном случае к нему приедут только его друзья Лукашенко и, в лучшем случае, Назарплаев. Вот, поэтому, а он, для него Олимпиада, это как такое вот некое событие-дефикс, такая вот у Путина несколько идей-фикс в последнее время, это вот Олимпиада, дальше чемпионат мира футбола и Арктика, потому что понятно, что жизнь вокруг не улучшается, надо на что-то отвлекать общественное мнение, какими-то вбрасываемыми, яркими, на первый взгляд, истями. И вот Олимпиада в Сочи, единственный субтропический регион в России, вот именно там надо провести единый Олимпиаду. Это, значит, дальше чемпионат мира футбола будет в следующем, большой распил. И Арктик, это, знаете, так нечто непонятное. То ли там продолжается хребет Ломоносова, глубоко в арктические воды, соответственно, и шельфы, и границ шельфа, то ли нет. Да, большой вопрос, но и, собственно, на территории непосредственно России много чего не освоено. Посмотрите, Дальний Восток, Якутия, там есть где здесь разбираться, но нет, нас сунутся в Арктику, заодно тем самым показать всем там канадцам, американцам, норвежцам, кому еще чивли и сушишки, ну и заодно всегда списать неудачи собственной внутренней политики на то, что вот именно туда брошены все силы. Поэтому, видимо, именно с такой кровной обидой лидера режима за вот эту его идефикс и связана та неадекватная реакция, которая имела место быть, и, собственно, задача адвокатов, она как была, так и остается, показывает абсурдность обвинения. По пиратству, мне кажется, это было легче, абсолютно очевидно. С хулиганством, конечно, будет несколько сложнее, но тоже очевидно, что обвинений нет, в данном случае здесь неадекватное. Вот, ну а то, что так или иначе, ему проблему придется решить до Олимпиады, мне кажется, это очевидно. Вопрос Евгения Белякова. Кто из ваших коллег сегодня предстал перед Мурмурским судом? Сегодня это была точно Анна Паула и Пол Рузики, по-моему, Рузики. А Андрею Аллахвердову уже предъявлено обвинение? Да, и сегодня двоим, Анне Датчанке и Андрею Аллахвердову, нашему коллеге, сегодня начали предъявлять на персональных встречах со следователем, в присутствии адвоката, предъявили новое обвинение вот в хулиганстве по описанной статье. Ну и, соответственно, меру пресечения никому не поменяли? Пока меру пресечения никому не меняют. И, в общем-то, забавно, что те, кто реально представляют опасность для нашего общества, те, которые крадут деньги налогоплательщиков на развитие непонятных опасных проектов, те, которые, собственно, совершенно не прислушиваются к мнению общественных организаций, многочисленных, не только Гринпис, относительно экологической и социальной опасности, экономической невыгодности своих проектов, они продолжают оставаться на свободе. А те активисты, которые выражают мнение противное, им сидят в тюрьме как опасные личности. Мне кажется, что этот вообще, этот прецедент, он вообще про всех, про нас, про возможность свободно выражать свою позицию относительно того, что происходит рядом с нами. Мы скоро сможем, не сможем сказать, что не надо строить опасный завод по соседству с нашей дачей или домом, если так дело пойдет. Вопрос Павла Михайловича Литвиновна. Расскажите, пожалуйста, о своем сыне, когда он увлекся природоохранной тематикой, и какой его послужной список, реально ли, искренне ли следователи из Мурманска считают его опасным для общества преступником? Вам слово. — Знаете, Володя, я могу рассказать кратко о нем. Он кончил университет, получил бакалавра и мастерскую степень по антропологии, искал работу, и более-менее случайно ему предложили ходить и рассказать про Гринпис. Он всегда экологией интересовался, но это не было его профессии. Вот, и он стал ходить и собирать деньги на Гринпис. Гринпис же частным образом собирает деньги. Где-то у государства не принимает, у больших корпораций не принимает, только у личных. И вот выслушать им очень хорошо, умеет объяснять, у него хорошо подвешенный язык, но в данном случае английский, это было в Бостоне. Вот почему важно помогать Гринпису и поддерживать его пятициям. И в этот момент в России была перестройка. И во время перестройки Гринпис решил первый раз поехать на Новую Землю, послать свой ледокол Гринпис. Потому что Новая Земля – это место, как известно, в больших советских ядерных испытаниях. И все, что осталось радиоактивных этих испытаний, зарывалось прямо там. И Гринпис решил приобрести внимание к тому зараженности Арктики ядерными отходами. И они поехали, остановились в Мурманске, им сказали, ну, конечно, вас никто не пропустит. Тем не менее, они пошли в сторону Новой Земли, их никто не задержал, они даже взяли пробы зараженности. И когда они стали разворачиваться, в это время подошли пограничники, их арестовали и привезли в тот же Мурманск. Но время было такое, что в тюрьму не посадили. Вот, предъявили им обвинение, там, в чем-то нарушение границ или какие-то такие вещи, я уж не помню, это было в 90-м году. Вот, и вдруг пришла, после жалоб, телеграмм от Готбачева, который сказал, отпусти этих всех, и они сели на корабль и отплыли. Так что, Адил был просто переводчиком, он был единственным Гринписом, в то время, кто говорил по-русски, еще никого не было. Вот, и это было для него большой радостью, участие в этой кампании, потому что он был в центре всего, как переводчик. И он стал работать в профессиональном Гринписе, другой работы не было. И он был очень увлекся, а в это время он женился на своей подруге, которая была шведкой, они переехали в Стокгольм. И вот с тех пор он работает, организовывал компанией в Гринписе, и это его сердце там, и вся его жизнь связана с этим. Он ездит в Москву, участвует в Совете Директоров Российского Гринписа, и много раз ездил в Россию. В общем, это его жизнь. Но он, конечно, принимает принципы Гринписа очень серьезно. Не насилие, а принцип свидетельства, без того, чтобы что-то делалось противозаконное. Но главное, что если кто-то принимает насилие, то насилие против тех, кто свидетельствует. Поэтому в этом смысле помогает привести внимание, но не дай бог оказаться самому в центре этого. И вот сейчас к нему в первый раз оказался в очень серьезной ситуации. Ему 51 год, конечно. Когда я попал в тюрьму, мне было 25 с лишним первый раз. В 2001 это тяжелее. На севере, в Арктике. Но пока он держится хорошо. Ну, конечно, надо его вытаскивать. Это его жизнь. Но это не значит, что ему жизнь надо проводить в российской тюрьме. Разумеется, да. Вопрос Вадиму Прохорову. Как, по-вашему, рискует ли Россия повторить только в международном масштабе ту ошибку, которую ее правосудие совершило в случае с Пусси Райт, когда за хулиганство фактически посадили узнец совести по уголовной статье за решетку? Ну, понимаете, что значит рискует повторить? Я так понимаю, что действующие наши власти не считают это ошибкой. А в условиях разговора нынешней черносотиной вакханалии, вот это возвращение, по сути, знаменитой Уваровской этой три единственной формулы православие самодержавия народности, под самодержанием тут понятно, кто понимает, то, в общем-то, по-моему, действующая власть считает, что это сильно большой ошибкой не было. Несмотря на ту волну международного возмущения, которая поднялась. В то же время я хочу сказать, что здесь, видите, надо четко понимать. Вот мой старший товарищ и клиент, доверитель и, как я понимаю, соратник одного из наших сегодняшних собеседников, а именно Владимир Буковский, он правильно в свое время писал в 81-м еще году в книжке «Письма русского путешественника» о том, что позиция западных правительств, она зачастую такая, ну, мягко сказать, половинчатая, если не сказать предательская, потому что вместо того, чтобы четко занять четкую позицию, зачастую какая-то очень размытая реакция. Ну, достаточно отметить, что совсем недавно, буквально чуть ли не на днях, одному из ближайших соратников нашего лидера, российского, его кошельку, можно сказать, присвоили Орден Почетного Легиона, а именно господину Тимченко. Французский Орден Почетного Легиона. Ну, извините, это вот ровно та же самая шайка, которая, в общем-то, и производит все эти дела. Пусть и рается, соответственно, с Гринписом и так далее. Ну, если такова реакция Франции, ну, о чем тут можно говорить? Поэтому, мне кажется, что здесь большой вопрос в плане общественного мнения и вот привлечения внимания, соответственно, правящих элит, в том числе и в странах Запада. Только после этого, может быть, говорить об ошибке, когда будет единый фронт общественного мнения против вот этого беспредела. Ну, я помню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22. Напомню, что с гостями нашей передачи обсуждаем переквалификацию дела экологов с пиратства на хулиганство. Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждение, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Напомню, что с участниками нашей программы мы обсуждаем переквалификацию дела экологов. Вопрос Евгении Беляковой. Как вы считаете, можно ли ее оценить как трусливую позицию России, отказавшись участвовать в суде по морскому праву в Гамбурге по иску Голландии? Ну, очевидно. Очевидно, что они проиграют. И, видимо, решили туда просто не ходить. Совершенно не означает, что трибунал не состоится. Они уже заявили о том, что рассмотрение дела состоится при любом... В отсутствии ответчика. Я думаю, что в том числе и вот факт того, что трибунал будет, и факт того, что все-таки многие представители государств, чьи граждане находятся сейчас за решеткой в Мурманске, все-таки выражают им поддержку всяческую. И в том числе в результате такой волны протеста общественного, который по всему миру прокатывается регулярно и поддерживается уже сам собой, буквально это превращается в движение, независимое, независимое от Greenpeace. Благодаря всему этому Россия все-таки так или иначе начала прислушиваться. И что-то... Я очень надеюсь, что будет меняться, просто потому что мне очень сложно поверить в то, что эти абсурдные обвинения будут судом приняты бездоказательно. Но это такой позор невероятный, что сложно в это поверить. Спасибо, Евгения. Вопрос Павла Михайловича Литвинову. Как, по-вашему, скажется на репутации России ее отказ участвовать в суде по морскому праву в Гамбурге по иску Нидерландов? Да, плохо скажется, хотя, так сказать, если они выполнят того, что от них ожидают, скажем, вернут корабль и начнут выпускать ребят, то этим они спустят это вниз. И это как раз, в общем, успех на самом деле. Это гамбургские суки, позиции Голландии, хорошо сформулированная защита. Поэтому я хочу сказать, что очень важно, чтобы защита была четко сформулирована. Может быть, дело будет решаться на политическом уровне, но если не будет формулироваться и отвергаться обвинения по всем пунктам. И насчет корабля, и по арбитражу военно-морскому, и личное обвинение как были с пиратством, так и, соответственно, с хулиганством. Это очень важно, чтобы все было четко сформулировано. Защита должна защищать каждого из участников. Тут не обязательно сразу всех, так сказать, чтобы выпустили 30. То есть, конечно, мы хотим, чтобы выпустили 30. Но важно, что, напомню, что есть два представителя прессы. Вообще, так сказать, пресса вне категории. Она не участница никаких акций. Она регистрирует, что происходило. Есть врач САСПА. Вообще, так сказать, просто доброволец-врач. Есть команда, так сказать, мореходная. И там украинский КОК. Все эти люди надо формулировать на каждого отдельно, потому что абсурдность поведения его хулиганства. Если человек готовил обед для корабля, находясь на корабле, а в это время что-то происходило, ничего плохого не происходило, но все-таки что-то происходило в полукилометре или в километре оттуда, этого человека надо выпускать немедленно. И вот нужно, чтобы адвокаты формулировали это и становилось Следственному комитету, который, конечно, действует по указке, но все-таки у них есть свои правила. Они должны сформулировать, чем этот КОК виноват. Это поразительно, так сказать, что и КОК, и врач, так сказать, ну и команда. И вообще никто не виноват. Но можно в отдельности напоминать об отсутствии вины каждого. И это будет привлекать внимание во всем мире именно абсурдность каждого отдельного человека. Вот эту милую женщину-врача посмотреть на ее фотографию, вот, увидеть ее работу, там она в Тарусе, кажется, работала, и так далее. И пошла добровольцем-врачом на этот корабль. Но куда ее держать? Какая она хулиганка? Какое она имела отношение? Это я просто формулирую вещи, на которых надо сосредоотачиваться. И, разумеется, они все для Путина и для всех будут неприятны, они будут езжиться. Вот я член Совета территоров фонда Андрея Сахарова. Мы сделали заявление по этому поводу и собираемся встречаться с послом. Конечно, посол ничего не решает, но он должен доложить. Поэтому все вещи, все протесты суммируются. Запад, конечно, очень часто, как правильно было сказано, ведет себя постыдно и предательски. Но когда он постепенно разворачивается, он начинает работать. Это медленно происходит. Но, может, ему вся сумма протестов, в конечном счете, выльется. И Путин с Олимпиадой должен помнить, что это развернется как раз вовремя. Даже если Олимпиаду не обменят, хотя, скорее всего, не обменят, сам факт, что будут говорить вместо спорта о том, что сидят люди в арктической тюрьме, неизвестно за что. Это сыграет роль. Но поэтому надо формулировать и закон четко. Мы сейчас слышали вчера Маркина, начальника Следственного комитета, который даже не понимает принцип презумпции невиновности. Он говорит, о чем говорит речь. Они сами ничего не объясняют, поскольку они молчат, имеется в виду заключенные. То мы должны собирать больше доказательств. Поэтому он делает выводы из того, что они не дают показания, что они в чем-то виноваты. Это совершенно абсурдное понятие презумпции невиновности. Конечно, хорошо, что сейчас она существует формально, но в советское время ее вообще не было в законе. Но тем не менее, надо напоминать обо всех юридических принципах. Они получат такой же удар, как Попой Всерайд, где весь мир, вся молодежь, так сказать, обращает внимание и устраивает демонстрацию. Будет еще больше по Гринпиесу. Вопрос Вадима Прохорова. Насколько удачно выглядит позиция российского правосудия, который демонстративно игнорирует международные институты права? Вот вчера они выполнили решение Старосбургского суда по Пичугину, а и бойкотируют работу трибунала по морскому праву. Я хотел бы сказать, что Павел Михайлович, ты у нас абсолютно прав, когда говорят, что нужно предельно четко и качественно осуществлять правовую защиту. Это совершенно верно. Ну, кстати, напомню, что была плеяда адвокатов, которые в советское тяжелое время пытались это делать. Это Исоевна Васильевна Калистрасова, Дина Исааковна Каминская, и немногие, но другие, в общем-то, их имена известны. Но в том-то вся и проблема, что нашему правосудию действительно это малоинтересно. Оно к этому очень нечувствительно. Вот я позволю себе предположить мое личное мнение, что, скорее всего, отпустят сразу всех. Вот очень надеюсь, что это произойдет в Олимпиаде, путем аммистии или еще что-то, но почти уверен, что, как сейчас, суд. Ведь говорили же адвокаты, что Кок вообще находился там на Камбузе, или где он был. Журналисты исполняли свои обязанности, отвечали и так далее. То есть сказать, что вот это явилось бы таким открытием для суда, и никто не донес до суда. Нет, конечно, это нельзя так сказать. Ну, перед судом была поставлена задача. Все должны сидеть. Значит, сначала обвинение по пиратству, теперь по хулиганке. Дальше, значит, ситуацию обдумают и решат, очевидно, как будут из нее выкручены. Уж что? Вот к великому сожалению точно нет правовыми методами. Я еще скорее готов предположить, чтобы старается вначале так или иначе освободить иностранных граждан, ну, опять же, по причине возможных осложнений перед Олимпиадой или по какому-то иному принципу. Но к величайшему, к сожалению, точно нет по принципу их реальной виновности или невиновности. Вот на это рассчитывать не стоит, и об этом, как бы, к сожалению, здесь речи даже не идет. В то же время лично я настроен оптимистично. Мне кажется, что действительно какие-то подвижки есть, но в конце концов переквалификация совершенно абсурдная, на менее абсурдную. Думаю, что в отличие от Пусь и Рай, держать в заключении такое количество граждан, в том числе иностранных активистов, к февральской Олимпиаде режим вряд ли себе сможет позволить. Но, опять же, это будет приниматься, к великому сожалению, не в правовой сфере, как протекующий адвокат, который каждый день входит в суды, вот сегодня был, вчера и так далее. Могу сказать, что по гражданским делам, да, можно добиваться какой-то правды, и действительно судьи смотрят на закон, на право. Тут ничего не могу сказать. Здесь, как бы, вообще степень коррумпированности российской системы в плане гражданского правосудия, с моей точки зрения, сильно преувеличена. Что касается уголовного, и особенно, так называемых, политических дел, где видна заинтересованность действующей политической власти, здесь вообще говорить ни о чем не приходится. И вчерашний беспрецедентный отказ президиум Верховного суда вообще соблюдать то, что говорит Страсбург, Европейский суд по правам человека, к сожалению, это ярчайшее тому доказательство. Евгения Белякова, вопрос вы разделяете. Оптимизм Вадима Прохорова, что может Кремль принять решение всех сразу выпустить на свободу? У меня любимая фраза есть. В нашем театре абсурда каждый день премьеры нынче. Поэтому ожидать можно, я думаю, что все что угодно. Ну, я молюсь на то, чтобы это случилось, и нашему прекрасному вождю такое светлое решение пришло в голову. Вопрос только в том, как их будут отпускать. Их же могут посреди ночи в лучших традициях на улицу выкинуть. Да, людей без паспортов, без денег там. Благо у нас есть довольно большая и дружная команда поддержки в Мурманске. Мы там их подхватим и не дадим им пропасть. Но так или иначе, как это все будет делаться, непонятно вообще, как они будут выкручиваться из этой совершенно жуткой ситуации, в которую они сами себя загнали, эти люди, из Следственного комитета, из судов, из власти, откуда там, кто там раздает указания, непонятно. Я хочу одну ремарку к предыдущему высказыванию. Существует некая практика того, как суды судят гримписовских активистов. И это случалось неоднократно в мире за 42 года. Арестовывали в разных странах и так далее. И совсем недавно, это был в Англии суд, в Америке, в Голландии, когда обращались компании, в адрес которых проводились наши акции, там забирались на трубы угольных электростанций, забирались на платформы, и компании заявляли о том, что мы причинили им огромный ущерб, как сейчас это говорит Газпром, о том, что мы представляли реальную опасность для объектов, для людей и так далее. Так вот, суд формулировал следующим образом, что они отказывали, во-первых, в удовлетворении исков, они оправдывали активистов гримпис с формулировкой, что тот ущерб и те нарушения, которые позволили себе активисты гримпис, не могут быть сравнимы с той опасностью, против которой активисты эти выступали. Далее, говоря о том, кто больше виноват, кто меньше виноват, понимаете, в чем дело? Эти люди виноваты лишь в том, что они ощущают своим домом не только свою квартиру, свой двор, свою страну, они ощущают своим домом свою планету. И они выступают в интересах жителей планеты, в интересах сохранения экологической безопасной среды для всех нас на планете. Мы все живем на одном маленьком шарике, который несется в бесконечном пространстве Вселенной. И эти активисты именно так относятся к охране окружающей среды здесь. И они настолько виноваты, настолько будут виноваты, например, жители какого-нибудь дачного поселка, сосед которых решит на территории собственной дачи построить, не знаю, лакокрасочную фабрику, и будет там регулярно курить и реально угрожать опасным взрывом. И люди выйдут с плакатами, сказав, что этот человек неправ, и его надо прогнать. И их-то арестуют и посадят в тюрьму, потому что он будет влиятельный. Вот они ровно столько же виноваты, сколько эти люди, протестующие против тех, кто реально представляет для них опасность. Вопрос Павла Михайловича напомнил ли вам времена вашей молодости? Вот эти первые 10 исследователей, которые сразу заявили, что нашли наркотики на судне в отсутствие его владельцев, нашли другие запрещенные предметы, и тем самым намекнули на возможность нехорошего исхода для подследственных. Вам слово, Павел Михайлович. Да, да. Знаете, Володя, безусловно, напомнили, в том смысле, что есть обвинительный характер всего этого дела, и что это дело как бы сразу начинается политическим. Но есть различия. В советское время, в большинстве случаев, хотя были исключения очень похожие, было обвинение в антицоветской пропаганде, агитации, клеветнических измышлениях, измены Родине, был конкретный спектр того, в чем обвиняли. И в основном людей толкали в эти политические статьи. Иногда обвиняли в хулиганстве, иногда обвиняли в каких-то еще уголовных вещах. Последние годы советские власти стали подбрасывать наркотики, валютные преступления. Но в целом, так сказать, это было отлично. Сейчас этих статьй нету прямых, кроме какой-то новой статьи, которая за последние годы в каком-то экстремизме, так сказать, это единственное, что он напоминает. В общем, как бы свободно слово гарантированно в Советском Союзе, не в Советском Союзе, а в Путинской России, что, конечно, хорошо, что это так сформулировано. Поэтому им приходится придумать что-нибудь еще, реальное или выдуманное. Поэтому они сразу дают полный набор. Ах, вот что-то там было, кстати, не сразу, а потом, так сказать, они сошли в аптечку судовую, обнаружили, что там есть вещества, которые нужны для обезболивания в любом месте, в любом корабле. Вот, пожалуйста, мы нашли наркотики. Там пиратство, потому что они высадились на корабль, хотя, конечно, был ясно, что это не корабль. То есть они сразу большой набор, так сказать, что пристанет. А дальше уже играют. И если давление оказывается слишком сильное, слишком неприятное для властей, вот как в данном случае с пиратством, они его бросят, так сказать, по приказу, или сами будут советовать, и им потом прикажут. Потом и «Газпром». Вот здесь масса факторов. Я не думаю, что Путин, например, который может решить все, допустим, что он разбирается во всем. Ему докладывают. Ему накладывают Следственный комитет, Маркин, это не доказывает, это трудно будет, и так далее. Ему доказывают, ему говорят, «Газпром, знаете, это будут нам неприятности, потому что у нас там дела с американцами, давайте это не будем, и так далее. И они выбирают наиболее безопасный путь, сохраняя обвинительное дело». Поэтому я говорю, что очень важно, так сказать, отвергать все обвинения, несмотря на то, что, как было сказано, я не знаю, как вас по имени, господин адвокат. Вадим Прохоров. Вадим, да. Владимир, да. Вадим, да. Вадим Прохоров сказал. Спасибо, Вадим Прохоров. Вот. Я хочу сказать, что работа адвокатов и работа конкретной защиты все равно не должна быть преуменьшена, хотя, безусловно, будет на большом уровне политическое решение. Но надо помочь Путину выбрать наиболее неприятный, то есть наименее неприятный путь для того, чтобы он решил, чтобы не было и Олимпиады, и сроки всего дела, и международный критицизм, и откуда придет набор вещей. Поэтому даже в советское время обращали внимание, хотя признавали, говорили, что мы на всех, нам плевать, кто что думает, Запад не должен уменьшить наши внутренние дела. Тем не менее, они говорят, что от Страсбургского суда решения первый раз отказываются, после дела Печергина. Но в тот же день они явно реагируют на голландский суд, хотя тоже отказываются, но в то же время в этот же день меняют обвинения. Так что надо создать им наиболее сложную ситуацию, ее, в частности, надо создавать от Страсбурга и обвинения. Поэтому политика политикой, а работа юридическая необходима. И в этом смысле, так сказать, в современной России, вот как Владиму приходится каждый день ходить в суд, ситуация сложная, и, конечно, судья, в конечной счете, склонен к обвинению, и о политических делах ему он скажет все, что угодно, тем не менее, как и Владимир, вы знаете, есть возможная гибкость, вы все-таки ходите в суд. Знаете, Юлия Ким когда-то написала песню по поводу нашего суда в честь Софьи Васильевны Калистратовой и Дениса Акуна-Каминской и вообще адвокатов, в которой он говорит правое русское слово лучше света в кромешной ночи, и все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи. И это именно и наши лучшие адвокаты, к сожалению, их уже никого нету, но пришли новые поколения, они помнят или пока не должны помнить, что в общем в России очень важно, чтобы была законность, чтобы было право, как бы цинично к нему не относиться, как бы не нарушалась Конституция и право, я все-таки верю, что ничего хорошего в России не произойдет, не изменится, если не усилится правосознание. И долг адвокатов, продолжать на этом настаивать, даже когда тебя бьют в морду и сбивают в шахматную доску вместо правил. Все же им приходится, всем чиновникам, вот я разговаривал с правозащитниками из мемориала в Москве, они каждый день встречаются с прокурорами и с чиновниками, и все же они стараются, если возможно, не нарушать законы. Но, конечно, если им прикажут совсем поднять руки, они все сделают. Но, в общем, они по возможности стараются найти хоть какой-то законный путь. Вот, поэтому я пессимистически отношусь к тому, что ребят быстро освободят, и могут их держать, продолжать сроки, и могут держать сквозь олимпиаду. Я, в общем, хотя в душе оптимист, тем не менее, я очень волнуюсь за судьбу своего сына, и Димы и других заключенных. Вот, и вполне возможно, чтобы кого-то выпустят, кого-то не выпустят, как вот выпустили Самуцевич, а не выпустили и двух остальных девушек. Там дали два года, а не пять лет по их хулиганской статье тоже самое. Так что гибкость известная, важна, возможно, и тайный переговор возможен, но нужно публично, чтобы весь мир, Россия протестовала, и чтобы юристы не только боролись с обвинением, но и озвучивали их. То, что происходит в тюрьме, то, что держат их в холоде, то, что до сих пор не могут найти нормальных переводчиков. Тут можно упрекать к руководству Гринписа, почему до сих пор все не сделано по этому поводу. И вообще, публичная защита, которая происходит во всем мире, когда происходит политическое дело, очень важна, основанная. Поэтому я думаю, что не только упреки, к тому же Запад ничего не делает, надо еще помогать Западу делать что-то из России. Давайте предупреки. Вадиму Прохорову зададим вопрос. Сегодня депутаты Европарламента обратились к Кремлю с требованием отпустить экологов. Как вы считаете, может ли давление Запада помочь урегулировать ситуацию? Вы знаете, это ровно то, о чем мы говорим. Понятно, что заранее можно предположить ответ полковника Путина. Я лишь президент, значит, это не входит в моей компетенции, я не могу вмешиваться в самый независимый у нас суд, прости господи, и в работу своего друга и старосты курса Александра Бастрыкина, любителя пьяных распорок с журналистами на обочине, тоже я вмешиваться не хочу. И не буду, и не имею права. То есть ответ понятен заранее. Вот как суд решит, или там значит правоохранительные органы, все ясно. То есть у нас вот как бы самая независимая система, при том, что, как известно, судебная вертикаль у нас в стране, как ни в какой иной, может быть, кроме Африки, полностью зависит от исполнительной власти, от президентской вертикали, а правоохранительные органы, вот они, мне кажется, сейчас как бы даже в большей степени отвязались, и, в общем-то, ну, скорее даже, да, более независимы, чем судебная система, и могут даже пытаться привлекать к ответственности там, где, в общем-то, это даже политически не выгодно самому режиму. А насчет давления, давление должно быть. Вот приведу один маленький пример. Я уже говорил, что вот только что назвал фамилию господина Тимченко, в котором я лично со своим доверителем Борисом Немцовым, из-за этого российским политиком, отсудился года три назад. Он подал информационный иск в защиту чести и достоинства. Ему не понравилось несколько раз, в том числе, что он друг Путина. Ну, видимо, он то ли считал это порочным обстоятельством, то ли как. Вот, в результате суд, Москворецкий районный суд, большую часть этих фраз отклонил. В десять раз, или там, вас, я сейчас не помню, но в значительной степени снигил взыскание морального ущерба в пользу этого господина. И, в общем-то, в какой-то мере, можно сказать, что большей части мы отпились именно сугубо правовыми методами. Хотя полностью отказать этой фигуре суд, конечно, не мог. И вот сейчас, когда, еще раз повторяю, некоторое время назад, я уж не знаю, Алан, или кто там присуждает этому же человеку почетного легиона, высшую награду Французской Республики, у меня вопрос, а не пощечено ли это всем, собственно говоря, правозащитникам, всем, в общем, демократически настроенным гражданам. То есть, если давление запада будет в этом выражаться, ну, тогда тема плохим. Мы здесь худо-петно отбиваемся, вот, в том числе от этого господина, но тут же его производят кавалеры Ордена Почетного Легиона. Вот, мне кажется, такая практика, она, конечно же, значит, здесь нужно как-то крепко задумываться или действительно бороться за демократизацию стран, переходного развития транспортных стран, которые, Восточная Европа, в частности, России, которые как-то встали на этот путь, но вот недавно с него сошли, и в том числе поддерживают именно хорошие тенденции, а не развивать плохие здесь, или же руководствуются какими-то иными соображениями, инвестициями в западную экономику, какими-то благотворительными проектами этих господ, которые цементируют существующий здесь режим. Вот, я думаю, что здесь западные элиты как-то должны сами четко для себя определиться, это имеет очень важное значение. Мы-то здесь пытаемся отбиться, и в том числе чисто правовыми местами, но тут же их награждают там на западе. Ну, о чем здесь можно говорить? Да, вопрос Евгения Белякова. Может ли Greenpeace организовать эту компанию международного давления на Кремль не только силами ваших коллег-экологов, но и силами западных политиков? Ну, мы экологическая организация, общественная организация, и наша наша отрасль работы это экология исключительно, мы не политическая организация, мы как не связаны ни с какими политическими партиями, так и в область политики не лезем. К сожалению, на данный момент вот эта ситуация с арестованными активистами, так или иначе, история эта политизируется, никуда от этого не денешься. и то давление, которое сейчас возникает в западном обществе, да, в том числе, да и не только в западном обществе, вообще по всему миру, бразильский президент официально заявил о требовании о немедленном освобождении гражданки Бразилии Анны Паулы и о своих гарантиях относительно ее безопасности для общества. Британский парламент вчера обсуждал этот вопрос, да, и обратился к своему премьер-министру с тем, чтобы он немедленно связался с Путиным и выступил в защиту граждан Британии, голландское правительство выступает в защиту своих граждан и так далее. Почему это происходит? Ну, конечно же, так или иначе, работа с политическими структурами ведется в Гринпис и существует департамент по политической работе. И вся эта работа всегда в Гринпис была связана с вопросом каких-то экологических проектов, экологических международных проектов в том числе, так или иначе, возможностью донести наши экологические требования до политиков. Сейчас эти связи так или иначе, видимо, начинают работать в пользу активистов, которые сидят сейчас в тюрьме и возможности, безусловно, все эти связи используются для того, чтобы донести до руководителей государств азиатских, американских, европейских наши требования, истинную цель проводимой акции, истинные причины действия активистов и необходимость выступить на их стороне, потому что, безусловно, то, что дипломатические работники присутствуют, и мы добивались того, чтобы дипломатические работники присутствовали и в наследственных мероприятиях, и в суде, и как можно больше возможности была контакта их с нашими ребятами, с активистами. Все это, конечно, работает так или иначе на пользу активистов, и мы прикладываем все имеющиеся у нас силы для того, чтобы этот процесс не останавливался и помогал освобождать ребят и доносить до людей, принимающих решений относительно их дальнейшей судьбы, какой-то здравый смысл. Вопрос по Улитвину. Как вы считаете, может ли Голландия в отместку за вот эти недружеские действия России ратифицировать список Магнитского, который уже одобрен парламентом и только осталось подписать министру юстиции страны? Вполне может. Вообще, я говорю, Запад такая хитрая вещь. Нет одного Запада. Есть, в принципе, разные государства с разными интересами, разным текенем политичности, цинизма и идеализма. Запад такая хитрая вещь. Он медленно, я перефразирую, то есть, Черчилля, что Запад медленно запрягает, но быстро не едет. То, что было сказано всем по-другому поводу в отношении России. То есть, постепенно, сейчас, вот, совершенно ясно, я сам занимаюсь, так сказать, через Межунамнистию и многие другие организации, Human Rights Watch и так далее, идет подъем давления на американский конгресс. И не сегодня, не завтра, но довольно скоро будет что-то похожее, что произошло в английском парламенте вчера, замечательно. Вот, и мы должны англичанам похлопать, как они умеют, так сказать, сформулировать принципы и оказать давление в правительстве. Но, что-то аналогичное произойдет и в Америке. Разумеется, Голландия может артифицировать список Магнитского. Вот, людям, которые, Браудеру и другим, кто работал за список Магнитского, понадобилось два или три года. Это очень медленно, когда люди держат в тюрьме и происходит, это ускоряется. Магнитский уже погиб, но все же продолжалось мощное давление. А здесь, пока люди сидят в тюрьме, давление будет только нарастать. Конечно, есть идиоты, вроде французского президента, который даже не понимает, что он кому-то, кому он давал эту самую. Я не думаю, что он специально хотел что-то сделать, просто, ну, просто по глобости это сделал, разумеется, по неинформированности. Поэтому надо продолжать их информировать, надо продолжать. Каждый раз, когда я рассказываю в тех условиях, так сказать, в мурманской тюрьме люди сидят, люди выросаются. Вот Гринпис, госпожа Белякова, я опять имя забыл, Женя, простите, вот, хотелось бы, чтобы знать больше, сколько контактов происходит с нашими ребятами, что они говорят, кто с ними разговаривает, говорят ли их просьбы, положение в камере, с питанием. Я довольно много знаю, я об этом рассказываю, но вообще надо просто понять и объяснить людям, которые действительно ничего не слышат, ничего не знают. Ну, думают, Россия, какая дальняя страна, что там происходит. Когда они реально видели, вот, я показывал снимки из камер, которые мурманское начальство тюрьмени считало, что эти камеры нормальные, узенькие, коротенькие кроваточки, четыре штуки, стоящие вплоть друг к другу, относительно как они думали чисто. Я показывал его американцам, они просто в ужас приходили от того, как выглядит то, что считается лучшим. Это просто пример того, что надо все мелочи рассказывать, что происходит в советских тюрьмах и судах, как относятся там начальник следственного отдела к призывам ценирован я уже упоминал. В общем, надо использовать это, чтобы люди понимали. Вот, и поэтому, соответственно, мы должны рассматривать не только судьбу наших друзей, но вообще судьбу демократии в России. Конечно, грин-пиес и экология очень важны, но судьба прав человека и всего решается не только с экологией, а еще с тем, чтобы людей не сражались за то, что они вышли на мирную демонстрацию или станцевали в соборе или привели пример, что что делает, делается приразломной. Просто должна совокупность всех вещей, и она влияет, она произойдет, но не без нашего участия. Если мы ничего не будем делать, какой-то абстрактный запад, которого не существует, ничего не сделает. Надо от этого запада, который хочет делать хорошее, но, так сказать, занять другими делами, показать наш приоритет. И одним из приоритетов является свобода слова в России, потому что без нее ничего не улучшится. А ребят надо вытаскивать каждого отдельно или вместе. Я бы хотел, чтобы вы все вместе, но совершенно не верно, что так случится. Спасибо. Вопрос Вадиму Прохорову. Как по-вашему, должны ли на воскресном марше в защиту политзаключенных прозвучать имена экологов, арестованных в Мурманске? Ну, это вопрос совершенно риторический. Во-первых, очевидно, что они прозвучат, и прозвучат одним из главных пересудов с иными узниками, сейчас томящимися в тюрьмах действительно и узники болотного дела. Как известно, несколько десятков человек сидят тоже по абсолютно абсурдным, не менее абсурдным обвинениям. Вот. И это и сирает, это и гниющий уже 10 лет в тюрьме Ходорковский с соратниками Клебезевым, и тем же Печугиным. Я думаю, что все эти имена будут в чате, и это все зрение одной цепи. Понимаете, когда 10 лет назад удалось решиму посадить Ходорковского и как-то в общем-то общество в тюрьме особенно бизнес-элита смолчали, мировая в том числе. Вот. Вскоре после аренка Ходорковского мне один из американских конгрессменов просто реально спрашивал, ну неужели, ну не может быть, чтобы человек ни в чем был виноват. Ну, наверное, все-таки что-то. И как человеку объяснить, что здесь вопрос решается иначе? Конечно, мы это пытаемся делать. Сейчас прошло уже 10 лет и, собственно говоря, многим все становится понятно. Мне, честно говоря, не ясно, что еще в общем-то здесь надо объяснить. Хотя, наверное, объяснять все-таки надо. Павел Михайлович здесь абсолютно прав. И с правовой точки зрения, и законодательной власти, и исполнительной власти в разных странах. Да, безусловно. Но самое главное для себя надо понять, что здесь пока мы не выстроим нормальную систему, которая нас все-таки начала, скваживаться в 90-е тяжело, крайне с большими потерями, но все-таки начала. И вот все, когда мы сейчас уже отмотали, по сути, историю назад, причем трудно сказать даже в какой век, потому что по некоторым причинам... Спасибо, Вадим. Да, мы вас поняли. Напомню, что мы сегодня обсудили переквалификацию дела экологов. В нашей программе участвовали Евгений Беляков, Павел Литвинов и Вадим Прохоров. На Ланах радио Свободы звучала программа «Грани Времени». Редактор программы Андрей Трухан пройдет с вами Дмитрий Новитов и Михаил Косторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин